А в Шымкенте проходит международный форум-выставка «Креатив индустрии о Шымкент». В нем принимают участие больше 500 человек, а также порядка 30 предпринимателей, которые работают в креативной индустрии. Как сделать Шымкент креативной столицей страны? Об этом сегодня говорили на форуме-выставке «Креатив индустрии о Шымкент». Участвовали спикеры трех государств – Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Это те люди, которые работают в креативной индустрии. Они смогли поделиться своим опытом с начинающими предпринимателями. В Шымкенте определены пять сприоритетных направлений креативной индустрии. Это кино и анимация, дизайн и мода, IT и гейм-девелопмент, а также народные промыслы и музыка. Сегодня Акиматом разрабатываются партнерские предложения для предпринимателей. В рамках форума-выставки молодые предприниматели и начинающие креативщики смогли провести питчинг, презентовать, защитить свои креативные проекты и, может, даже найти инвесторов. Также в целях развития этого направления в Шымкенте был подписан ряд меморандумов. Мы сегодня пригласили 20 больших инвесторов для обсуждения проектов молодежи, чтобы они поддержали их. И дополнительно, конечно же, в следующий день, то есть завтра, мы будем открывать такое арт-пространство, креативный хаб, который называется Аманат. В креативном хабе можно будет проводить мастер-классы, шоурумы, творческие вечера и встречи специалистов творческой сферы. С прошлого года в Шымкенте действует программа поддержки предпринимателей «Деловой город», в рамках которой можно получить льготные кредиты. А представителям креативной индустрии частично субсидируют аренду здания.